В предыдущей части эпизода мы пробрались в зону, скрылись в лесах от охраны и о национальной гвардии Украины. Добрались до снесенной деревни Кобычи, приготовили ужин и взяли курс на город Припять. Добрались до мертвого города и заночевали в заброшенной квартире. Пошли изучать город, прячась от охраны. Побродили по зданию городской почты. Как я и обещал, в третьей серии мы будем много гулять по Припяти, много снимать улицы, здания. Сама атмосфера города более всего видна именно осенью. Идем осматривать здание ПТУ, профтехучилища города Припяти. Вот такие вот у нас здания снаружи. Вперед получать знания! Субтитры создавал DimaTorzok Да, заходили, переодевались, раздумались и на выход. Стены разукрашены надписями различных маргинальных элементов, которые бывали в городе. но они должны сдать сзади. Но, хоккалаhel. Смотрите за какой телефонный аппарат! Смотрите, какой трон. Нужно присесть тут. Отлично. Дорогие зрители, вы себе просто не можете представить, насколько круто ходить по городу без экскурсий, без групп, без экскурсоводов, ощущая всю атмосферу покинутого места. Надеюсь, вам хоть немножко передается эта атмосфера. Они были с нами. Интересная рама, да? Таким удивительным образом стала эта рама под действием времени. Давай. Блин, вы закройте, хочу выключить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Круфе разбросанной электроники. После аварии здесь располагались ученые-дозиметристы, поэтому возможно нахождение даже некоторой дозиметрической аппаратуры, точнее остатков дозиметрической аппаратуры в этом здании. Кофе, старая фанта, бутылочка старая. И немеряно бутылок водки пустых. Ну да, лечили радиацию, старая бутылка хлебного дара. Интересно. Огромнейшая серверная. Огромнейшая серверная. Идем дальше. Тут все протекает. Остатки мебели. Тележку не достану. 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 Наши пятнур не достану, В каком-то диету. В голову приходить. Приходить и разбивать здесь все. Вот такая защищенная комната под решеткой. ну что господа идемте на второй этаж посмотрим что там усыляло пока ребята пошли в универсал и на площадь мы себе спокойненько в уединении посмотрим что здесь осталось туалет туалет протекаются насквозь а вот и остатки дозиметрической аппаратуры о которых я ранее говорил вот датчик с людяной очень точный это похоже на какую-то sbm не очень точный датчик тоже замеряющая радиация газоразрядный это видимо остатка остаток корпуса радиометра что у нас там будет происходит чисто спокойно никого что такое помещение здорово в принципе хоть здесь и нечего уже брать с каждым годом все равно становится все меньше этих деталек деталей которые в принципе и так никому не нужны практически ничего не стоит но все равно находятся те кто забирают их отсюда тоже здорово помещение опять таки остаток какого-то радиометра скорее всего которые естественно уже отсюда украли а это остатки ДП-5В довольно популярного советского радиометра рентгенометра которых сейчас большое количество осталось в убежища гражданской обороны пусть лежит пошли дальше пошли дальше пошли дальше и ну это и и и и и Насколько все-таки интересно, видимо, здесь было оказаться после того, как отсюда ушли рабочие дозиметристы, ученые. Интересно, что здесь было тоже остатки дозиметра ДП-5А или Б. Вот видите, паспорта разных дозиметров, радиометров. Схемы, вот еще какой-то синцеляторный геолого-разведывающий, отличный, точный, еще какой-то дозиметр, книги по загрязнению поверхности. Гранелный стакан. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Средство дезактивации РОДЕС-ТИРОДЕ Предназначено для дезактивации КОЖНЫХ ПОКРОВ Опять таки СБМ Непонятно что Но руки лучше помыть после этих всех вещей ПОКРОВ 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 Уже были ПОКРОВ 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 Позже пойдем гулять дальше. Тишина, но если прислушаться, где-то что-то бегает, шелестит, скрипит, дергается, бьется, это Припять. Идемся, пройдем мимо ресторана, мимо универсама, приближаемся к центру. На этом месте очень опасно быть нелегально, здесь легко можно встретить правоохранителей, экскурсии, все эти люди потенциально опасны и могут с легкостью предотвратить наш дальнейший поход. Но мы это любим рисковать. Шиповник, растение шиповника. Кстати, официальным туристам запрещают даже притрагиваться к цветам, деревьям или растениям. Это центр города, очень опасное место, сталкеры стараются как можно быстрее пройти его, либо вообще не заходить сюда. Потому что здесь ты как на ладони, и спрятаться практически некуда, и среагировать тяжело. Так что, господа, мы быстренько проходим и ретируемся отсюда. Вот такой шикарный универсам был у припятчан. Очень хочется оказаться здесь в момент, когда он еще работал. Оно, наверное, все такое вкусное и дешевое и качественное, чего не скажешь в теперешних временах. Это действительно очень круто. И вряд ли камера сейчас передает вам все чувства, которые я ощущаю. Продолжение следует. здание универсама я уже смотрел в предыдущей части серии можете посмотреть на канале а пока мы движемся к дому в котором мы расположились осматриваемся по сторонам чисто можно идти но постоянно нужно прислушиваться каждому шороху и оглядываться назад вообще лучше не шастать по улицам они очень хорошо просматриваются автомобили слышны не так уже далеко интересно мои товарищи уже пришли в хату или еще гуляют полная тишина вот такие заросшие дворы преимущественно во всей припяти вот резкая площадка тяжело наверное разобрать да далее я зашел выбранную нами квартиру где меня уже ждали товарищи отлично пообедав мы снова идем гулять по городу идем к парку аттракционов а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 пять одному, это действительно не забываем. Лично мое мнение, я считаю, что каждый человек должен хоть раз здесь побывать, хоть на экскурсии, хоть не на экскурсии, неважно. После путешествия сюда ты начинаешь понимать многие вещи и процессы, которые происходят в твоей жизни, которые в привычной с тобой среде, ты понять не можешь. А здесь все становится на свои места. Потом, осмыслив это все, ты возвращаешься в привычный для тебя мир и тебе уже гораздо проще. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Дальше у нас на пути стадион Авангард. Вот он как раз где-то вот там. К сожалению, из-за того, что город очень сильно зарос, его совсем не видно. Вот одна вышка. Еще стояли несколько вышек с прожекторами для освещения стадиона Авангард. И так наш путь лежит как раз туда. И так мы с вами приближаемся к стадиону Авангард. Знаменитому Припятскому. Полностью зарос. Смотрите сами. Вокруг тишина, никого нет. Обстановка спокойная. На территории стадиона расположилась Аскро. Автоматическая система контроля радиационной обстановки. Судя по всему, не рабочая. Ну, тут мы видим заваленную мачту с прожекторами. Которая освещала стадион. Ладно, идем-зайдем, посмотрим, что там со Аскро. Интересно, конечно, почему он не рабочий. Хотя попрыгать и можно посмотреть данные. Открыть не получается. Ладно, идем-те дальше. Интересно, на сама упала ли ей помогли. Скорее всего, помогли. Судя по этой подставочке. Ну, собственно, вот здесь и собирались различные команды. Припечатщане приходили смотреть футбол. Это была беговая дорожка. А вот здесь именно само футбольное поле. Вот именно так оно и заросло в наши дни. 2015 год. Печально, что здесь больше никогда никто не будет играть в футбол. По крайней мере, ближайшие лет 100-200. Да и очистить стадион от такого количества природы будет сложновато. Дальше у нас по пути Грибуна. Еще одна заваленная мачта. А вон целая трибуна. Целая мачта, извините. Так же, идем-те поднимемся на трибуну. Посмотрим, какой оттуда вид. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Название его было... Да, сейчас абсолютно не скажет, что здесь было футбольное поле. Да, сейчас абсолютно не скажет, что здесь было футбольное поле. Хочется заруфить мачту, но слегка остребновато. Начинается легкий дождик. Ну а мы идем дальше, исследовать Припять. Покидаем территорию стадиона «Авангард». Движемся дальше. В последней Припяти. Что-то ребята пока трубку не берут. Надеюсь, у них все хорошо. Просто нет связи. Я поднялся на крышу. Вот такие виды вокруг. Потрясающе открылись передо мной станции. Песчаное плато. Могильник. Кстати, на месте этого плато должен был быть еще один целый микрорайон города Припять. Планировался. Вот такое вот песчаное плато. Радиационный фон там не очень большой. Но повыше, чем в остальной части Припяти. Там вдалеке река Припять. Сейчас ее не видно, к сожалению. Вон там видно ее кусочек. А это зато. Рядышком пристань. Припятская. Рядышком пристань. Напоминаю вам, что это четвертый микрорайон города. Вот такие вот заросли. Имеет. Это стадион Авангард, где мы только что были. Вот там вот за этими деревьями. Виднеется колесо. Общежитие, на крыше которого мы были. Дуга. Не знаю, видно мы вам или нет. На горизонте. Вот такая вот шикарная крыша, на которой раньше я не бывал. Внизу все чисто, тихо, спокойно. Ну а мы движемся дальше. Оставайтесь с нами. Ставьте лайк. И подписывайтесь на новые видео. В следующей части серии мы купаемся в реке Припять. Кушаем яблоки в мертвом городе. Набираем воду с реки. Гуляем по городу. Исследуем пожарную часть. Отделение милиции. Убегаем от палева. Замеряем радиоактивный ковш. Проникаем и исследуем секретный ранее завод Юпитер. Выходим из города Припять и идем на выход через Рыжий лес. Замеряем радиоактивный ковш. В короче, драком. Рыжий лес. Замеряем радиоактивный ковш. Продолжение следует...